Общество совладельцев многоквартирного дома номер один по улице Цитрусовой взяло на иждивение двух некогда бездомных собак из частного приюта общественной организации «Дай лапу друг». Как оказалось, жильцы этой девятиэтажки любят животных и таким образом решили устроить на своей территории живой уголок. При этом решено не только собаками ограничиваться. Если есть на свете собачье счастье, то безусловно две дворняги, Дуся и Додик, его обрели. Они официально стали жителями ОСББ «Добробуд-21». Теперь их не имеют права тронуть собаколовы из коммунсандрансэкологии, иначе нарвутся на неприятности, говорит крестная мама этих собак, руководитель общественной организации «Дай лапу друг» Ирина Дидур. По ее словам, передача двух собак из приюта «Общество совладельцев» осуществилась в рамках программы организации под названием «Животное город». Дуся и Додик стерилизованы, вакцинированы и имеют документы. Сейчас они живут в добротных будках около подъезда, которые, когда сойдет снег, переставят на придомовую площадку. У объединения совладельцев этого дома есть идея сделать около своей девятиэтажки живой уголок. Кроме собак там будет еще и голубятня, а также площадку для выгула домашних питомцев. В доме по Цитрусовой-1 на учете 22 собаки, принадлежащие жильцам. «Собачки, которых мы здесь оставили, очень контактные. Эти собачки очень хорошо дружат с детьми, дети их очень любят. И вот в плане развития самой территории здесь прекрасная детская площадка. Если рядом с детской площадкой появится маленький мини-уголок живой, где дети смогут и покормить голубей, и пообщаться с чистыми ухоженными собачками, которые не агрессивные, которые прекрасно дополняют среду обитания. И все мы живем в этой среде. И огородиться и сказать, что нам это не надо, и животные в ней лишние, собственно, совершенно бессмысленно, наверное». Председатель общества совладельцев дома Валентина Филипенко была в Европе и хочет, чтобы в ее дворе был европейский порядок. Территория по адресу Цитрусовая-1 признана одним из лучших дворов нашего города. Здесь живут доброжелательные люди. Может, поэтому тут и бездомным собакам место нашлось. «Я встречаю особенно от жильцов сигналы. Вот первый дом, второй далеко ходить не надо. Жильцы даже убирают скамейки, уже не говоря о животных. Вот буквально первый дом и второй наши соседи. Вот мы снимем скамейки, чтобы люди не сидели, не говоря уже о животных. Так что я считаю, если у нас возле двора стоит 32 скамейки, и что приходят и старики наши, само собой дети, и здесь, из других районов, вот окружающие дома, детки, вот прекрасная наша площадка, мы всех принимаем. А тем более, если это стационар, действительно наши собачки прописанные». Любители животных надеются, что со временем европейское отношение к собакам, живущим в городе, появится и у местных властей. Больше 200 тысяч в год тратят запорожские коммунальщики на убийство бездомных собак, говорит Ирина Дидур. Однако годы идут, а бродяжек в городе меньше не становится. Защитники собак убеждены, что полностью ликвидировать бездомную популяцию этих животных в городе, в принципе, невозможно. Но можно сделать так, чтобы рядом с людьми жили здоровые, привитые и стерилизованные животные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!